Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую я и благоставляю именем Иисуса Христа. Привет из Одессы, с этого замечательного города, жемчужина у моря, как поется в песне. Сегодня я утром приехал в город Одессу и участвовал в богослужении. Очень замечательном, удивительном богослужении Одесской народной церкви. Я проповедовал сегодня на утреннем богослужении, сейчас время перерыва между служениями. Я вот воспользовался шансом, таким возможностью быть в интернете и записать это короткое обращение, такое видеообращение к друзьям моим. Дело в том, что вот буквально через пару часов начнется следующее богослужение, уже вечернее, молодежное богослужение, за которым я намереваюсь как бы начать сам семинар, собственно. Я приехал сюда не только проповедовать на воскресном богослужении, но проводить семинар по истории христианства, буду говорить о традиции христианской, буду говорить об истории христианства, отвечать на вопросы людей. И сегодня, я думаю, что соберутся люди-одесситы с разных церквей, не только с Одесской народной церкви, не только христиане веры евангельской, но и баптисты, и харизматы, и евреи, и люди очень разных динаминаций, православных христиан тоже ожидаю. И, в общем-то, понедельник, вторник, среда, следующих наступающих три вечера подряд, я буду проводить сам семинар. Надеюсь, что будет возможность все это записать и выложить также в сеть, чтобы те из вас, дорогие друзья, что в эти дни не в Одессе, или же вы в Одессе, но вы не можете быть на семинаре, чтобы вы могли это все посмотреть. Дорогие друзья, пусть Бог благоставит вас, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, я благоставляю вас, возлюбленные братья и сестры, именем Господа Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Время такое предпасхальное, здесь в Одессе солнце сегодня, очень тепло, ярко все, знаете ли, природа оживает, так неожиданно такое, очень тепло сегодня, слава Богу. И вот я молился также сегодня о том, чтобы Господь Бог, как Он сегодня повелел солнцу всем светить, и добрым, и злым в этом городе, и тем, кто знает его, и тем, кто не знает его, чтобы Он также наполнил Бога познанием эту землю, чтобы как можно больше людей узнало Бога, пережило с Ней встречу, чтобы как можно больше одесситов было на небесах в Царстве Божьем. Хочется увидеть много людей, очень разных национальностей, культур в Царстве Бога. И, конечно же, какой же рай без Одессы, какое же Царство Небесное без одесситов, с их искрометным таким юмором, знаете ли, с их философией жизненной, очень интересно такое. И, конечно, хочется, чтобы как можно больше жителей Одессы было спасены, были спасены, были в Царстве Божьем. И Одесская Народная Церковь, и другие христианские церкви, мессианская община одесская, евангелизируют, проповедуют Евангелие, и Слово Божие несут. И это очень хорошо, слава Богу. Время коротко, дни лукавые, и хочется максимально исполнить волю Божью. И для этого я и здесь, для этого сегодня я в Одессе. Для этого я приехал сюда, в этот город, в очередной раз, чтобы послужить этому городу, послужить людям этого города, семинарам, чтобы как можно больше людей знало свои корни, традицию, познавало Слово Божье, чтобы как можно больше людей познавало лично Господа Иисуса Христа, Бога своего, чтобы как можно больше людей, спасенных, переживших спасение, получало бы освобождение от бесов, от религиозных заблуждений, от оккультизма, всего того, что мешает нам жить полноценной христианской жизнью. Пусть Господь Бог благословит. Молитесь о реформации Православной Церкви, молитесь о Украинской Реформаторской Православной Церкви, и пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. До встречи и на земле, и на небесах. Слава Иисусу Христу! С Богом, друзья! Аминь!